Всем большой привет! Я очень рада приветствовать вас на моем канале и сегодня будет видео о покупках одежды. Если вы не видели мое предыдущее видео на эту же тему, то проходите по ссылочке внизу под этим видео в описании и смотрите. Вообще, на самом деле, видео о покупках одежды это, наверное, одни из моих самых любимых видео, это моя самая любимая тема на YouTube. И чаще всего у блогеров мне нравится смотреть именно такие видео, даже больше, чем видео влоги, в общем и так далее. И напишите, если вы разделяете со мной мою точку зрения. Ну и первое, с чего мы начнем, это с моего заказа с сайта SHEIN. Как вы знаете, я периодически заказываю несколько вещей с этого сайта, в общем-то, каждый месяц и о них вам рассказываю. Мое мнение всегда честное, откровенное. Если мне вещь нравится, то я вам об этом и говорю. Если есть какие-то недостатки, то я также вам об этом рассказываю. Все предельно честно. Итак, первое, что хочу вам показать, это очень классная пижамка, вот в таком стиле. Я давно хотела себе подобную пижаму, признаться честно, к моему стыду у меня, по-моему, никогда не было пижамы в таком стиле. Вот, и мне очень сильно хотелось. Она состоит из такой маечки, майка вообще классная. Она даже, знаете, похожа на такой топ в бельевом стиле, и вообще его можно просто даже носить под жакет. Но все-таки это пижама, и я ее буду использовать по назначению. Конечно же, материал это искусственный, то есть сделано под шелк, потому что из натурального шелка, например, такая пижамка, мне кажется, будет стоить очень дорого. Конечно, альтернативой могут служить пижамы из вискозы, но тем не менее, вот на сайте SHEIN, вот много таких пижамок, и они хорошего качества. Конечно же, в некоторых местах здесь торчали ниточки, но это не так страшно. И также к ней в комплекте идут вот такие замечательные шортики. Я, по-моему, брала эту пижаму в размере S, и она мне отлично подошла. Разумеется, очень красиво, женственно смотрится. Спать в такой пижаме вообще одно удовольствие. Единственный момент, конечно же, я не буду ее мерить на себе. Вот, покажу вам, вставлю картинку, как она смотрелась на сайте. Поэтому, если вы хотели такую пижамку себе, то можно обратить внимание на сайте SHEIN. Они недорогие, и, как я уже сказала, довольно-таки неплохого качества. Итак, следующая вещь, это очень интересная, на мой взгляд, блузка. У нее интересный крой, также расцветка. И, конечно же, интересная деталь в виде такого галстучка, который можно завязать, как вам нравится, любым способом. Можно в виде бантика, просто в виде галстука. Я давно тоже хотела что-то подобное, вот подобную блузку с таким элементом, скажем так. И мне приглянулась вот эта блузочка на сайте. Конечно же, опять же, материал искусственный, как и большинство вещей на сайте SHEIN сделаны из искусственных материалов. Но, в целом, качество у этой рубашки вообще замечательное. Придраться не к чему, кроме как материала, никаких ниток, никакого неприятного запаха, вообще абсолютно ничего. То есть, все швы ровные, все идеально скроено. И, как я и сказала, у нее интересный крой, потому что внизу она как бы немножко сужается. Но это не резиночка, конечно, но вот какая-то такая штука здесь сделана. Кто разбирается в шитье, может быть, вы напишите, как это называется. В общем, очень интересно она смотрится. Мне нравится ее расцветка черно-белая, довольно-таки актуальная. Ну и вообще так, интересное сочетание цветов. Тоже здесь есть бордовый и синий оттенок. Очень интересно смотрится эта блузка, как мне кажется. Напишите, как вам она понравилась или нет. Лично мне нравится, для разнообразия в гардеробе вообще отлично подходит. И следующая вещь, это тоже блузка. В общем, решила я затариться блузками. И это белая блузка. Опять же, к моему стыду, если можно так сказать. Вообще, белая блузка, конечно же, разумеется, это база, не знаю, классика в гардеробе. И у меня ее не было, наверное, со времен учебы в школе. Да, действительно, даже стыдно в этом признаться. Потому что, мне кажется, белая блузка или рубашка, в принципе, всегда должна быть в гардеробе. Это подойдет и на работу, и куда-то на мероприятия. Всегда очень красиво смотрится. Но вот у меня не было. И когда увидела на сайте шин, решила ее приобрести. Вот таким образом она выглядит. Также, конечно же, материал искусственный, синтетика. В целом, она неплохо выполнена. У нее похуже качество, чем у предыдущей рубашки. Но все равно качество довольно-таки приемлемое. Здесь в некоторых местах торчали нитки. Но нитки, лично для меня, не знаю, как для вас, но для меня это не проблема. То есть, их всегда можно обрезать. Не думаю, что это действительно составляет какую-то огромную проблему. В принципе, даже в обычных магазинах можно купить вещи. А там будет пара-тройка торчать ниточек. Ничего страшного. Спереди здесь на груди такие кармашки. Я люблю, когда на блузках, на рубашках спереди, на груди есть карманы. Так интересно смотрится. Она у меня в размере S. И мне кажется, что неплохо мне подходит. Конечно же, белая блузка, рубашка должна быть обязательно в гардеробе. Вот теперь у меня тоже есть. Также иногда буду ее надевать, например, с черными скини-джинсами, с любыми юбками. Например, с кожаной юбкой. Мне кажется, будет очень классно смотреться. Также сразу же хочу вам напомнить, что я в своих видео не составляю луки, потому что я не фэшн-блогер. Я просто примеряю вещи на себе, просто как примерка, чтобы показать, как они смотрятся, скажем так, на человеке. Вот, поэтому никаких аутфитов, луков я не составляю. Просто примерка. Так что вот такая замечательная блузка тоже, в принципе, я вам ее советую. Если вам нужна подобная блузка, и вас не смущает то, что она из искусственного материала, то вполне можно ее заказать. Там очень много фотографий людей, которые заказывали эту блузку, блогеров и так далее. И, в принципе, у всех положительные отзывы, поэтому, собственно, я и решила ее тоже себе взять. Кстати, забыла сказать, что предыдущая блузка тоже была в размере S. И следующая вещь, это уже не блузка, а вот такая кофточка. Ее я уже взяла в размере M, хотя, в принципе, можно было взять и размер S, но ничего страшного, M тоже неплохо подошла. Просто я боялась, что S на меня не налезет. А вот это кофточка черного цвета, в принципе, как вы можете видеть, и в белую клетку. Также у нее есть баска. Эта кофта оказалась вообще суперского качества. Конечно же, материал, опять же, синтетика, но он довольно приятный к телу, комфортно в нем находиться. И отзывы тоже на эту кофточку на сайте были положительные. Также там было пару фотографий людей тоже, которые заказывали. Были фотографии вживую, я имею в виду. Это всегда очень выручает. Обращайте внимание на сайте SHEIN, на отзывы и на фотографии тех людей, которые уже заказывали те вещи, которые вас заинтересовали. Так вот, вернемся к кофточке. Мне она очень понравилась. Классная кофта, качество тоже замечательное. По поводу баски. Конечно же, многие стилисты уже говорят о том, что баска это антитренд и так далее. Честно говоря, мое мнение, конечно, вы можете к нему прислушиваться, можете нет, но я с этим абсолютно не согласна. Я баску ни в коем случае не считаю антитрендом. Конечно же, нельзя сказать, что баска очень актуальна сейчас в современном мире. Но я считаю, что для меня баска это уже как, ну не то чтобы базовый гардероб, но это как некая такая классика. И вещи с баской, на мой личный, опять же, взгляд, они всегда смотрятся очень мило и женственно. А некоторые вещи определенные с баской, опять же, тавтология, но могут смотреться даже и стильно, например, как вот эта кофточка. Я считаю, что она действительно выглядит стильно. И я очень люблю вещи с баской, они делают очень красивый женственный силуэт. Поэтому, если вам тоже нравятся вещи с баской, то смело носите, ничего плохого в этом нет. И уж точно это никакой не антитренд. Главное, чтобы сама вещь смотрела стильно и вам подходила. С сайтом Shein это все. Теперь мы с вами переходим к остальным моим покупкам. Их было не очень много, но, конечно же, все равно хочу вам о них рассказать. И первое это вот такая блузка-рубашка от H&M. Она из вискозы и это 36 размер. В принципе, мне можно было бы взять и 34 размер, потому что 36, ну немножко так на мне болтается. Но все равно мне нравится, как это смотрится. Не стала ее возвращать, решила оставить. Тем более она из вискозы и есть такая возможность, что после стирки она сядет. Как все вы знаете наверняка, что у вискозы есть такое свойство немножко садиться после стирки. Не всегда, но иногда такое бывает. Вообще, вот такие подобные блузки-рубашки из вискозы я очень люблю, потому что вискоза приятный материал, приятный к телу. Кожа дышит в таком материале. Очень комфортно находиться в вещах из вискозы. Я думаю, что вы со мной согласитесь. И у меня есть довольно-таки много различных вот таких блузок от H&M именно из вискозы. Единственный их минус, это то, что они мнутся даже во время носки, но ничего страшного, зато в них очень комфортно. И мне понравилась вот такая блузка, потому что она в полоску. Я вам уже сто раз говорила, что я просто обожаю полоску. Вот эти нагрудные карманы мне тоже очень нравятся. И также мне нравится, что это полоска синего цвета в сочетании с основным белым цветом рубашки. Это очень стильно смотрится. Я вообще обожаю такие вещи, типа тельняшки и так далее. Вот эта вся такая морская, можно так сказать, тема. Мне очень нравится. Классно эта блузка будет смотреться и весной, и летом. Опять же, с огромным количеством вещей можно сочетать. Например, со светлыми джинсами, с черными джинсами тоже будет классно. И с кедами, и с лодочками. В общем, очень универсальная вещь, поэтому присмотритесь. В H&M очень много вот таких различных блузок из вискоза. Далее речь пойдет об одном платье, которое вызвало, скажем так, споры среди моих подписчиков в Инстаграм. Кстати, если вы еще не подписаны на мой Инстаграм, то подписывайтесь. Там всегда я что-нибудь интересненькое выкладываю. Итак, это вот такое трикотажное платье длина миди. Это платье из очень приятного материала. И такой материал, знаете, в рубчик, в такую тоненькую полосочку. Я думаю, что, в общем, вы поняли, какой материал я имею в виду. И, конечно же, почему это платье вызвало столько дискуссий. Это, разумеется, из-за его вот такого разреза, очень глубокого декольте. И здесь еще, к тому же, шнуровка. Также можно долго спорить насчет того, антитренд шнуровка или же нет. Конечно, нельзя сказать, что она прям на пике актуальности. Все-таки актуальность на шнуровку, конечно же, уже поутихла. Но, тем не менее, есть вещи, в которых вот такая шнуровка на груди смотрится очень даже уместно. Например, как в этом платье. Конечно же, многие мои подписчики сказали, что вырез в этом платье вообще просто огромный, неприлично вульгарный и так далее. Кому-то, наоборот, это платье очень понравилось, потому что оно длина мидии, как я и сказала. И оно очень красиво, конечно же, садится по фигуре, подчеркивает все достоинства женского тела. Очень красиво, так можно даже сказать, сексуально выглядит. Вот, и мне нравится такой стиль. Да, конечно же, вырез здесь довольно-таки глубокий. Но, опять же, его можно затянуть. То есть, не обязательно делать такое открытое декольте, как было у меня на фотографии в Инстаграм. То есть, можно эту шнуровку чуть больше затянуть, и вырез уже не будет таким большим. А можно и вообще ее затянуть очень плотно, что выреза вообще практически не будет. Я, на самом деле, в восторге от этого платья. Мне оно безумно нравится. Буду с огромным удовольствием его носить. То есть, его можно и на выход куда-то надеть. И, в принципе, оно подойдет даже и на повседневную основу. Если, опять же, чуть больше затянуть этот вырез, эту шнуровку, можно носить, в принципе, и на каждый день. Вот. И, так же, как я и сказала, можно куда-то на выход тоже его использовать. Также было очень много вопросов, где же я покупала это платье, девчонки. Это платье и следующее, которое я вам тоже покажу. Эти платья я заказывала в группе ВКонтакте у девушки в своем городе. Так что подобные наряды, скажем так, нужно искать именно в группах ВКонтакте. Я уверена, что, наверное, в каждом городе есть какие-то люди, девушки, которые, в общем-то, занимаются продажей вещей через группы ВКонтакте. Эти платья, такие вот подобные вещи, они вроде как из Украины, насколько я знаю. Но, по крайней мере, так пишется в этих группах. Я уже не первый раз заказываю именно у этой девушки. Есть у меня несколько вещей в гардеробе, которые я у нее заказывала. И, в общем-то, иногда тоже прибегаю и к такому шоппингу. Вот, так что я просто в восторге от этого платья. И мне очень нравится его материал. Он безумно приятный к телу и прям классно очень садится по фигуре. Ничего лишнего абсолютно не подчеркивает, а наоборот только выделяет одни достоинства. Так что мне очень нравится. Возможно, даже я закажу себе такое платье еще в каком-нибудь другом цвете. Хотела заказать его в красном, но все забраковали. Сказали, что в красном цвете оно будет чересчур, не знаю, так вычурное и вообще как-то непонятно смотреться. Поэтому не стала заказывать в красном. Может быть, закажу в каком-то другом цвете. Уж очень оно мне понравилось. Напишите ваше мнение по поводу этого платья. Мне будет очень интересно. И последняя вещь, которую я бы хотела вам показать в этом видео, это также платье красного, такого ярко-красного. Я бы даже сказала, алого цвета, который я также заказывала тоже через группу ВКонтакте. Это платье с запахом, можно так сказать, такое некое платье-халат. Такие платья с запахом очень сейчас актуальны. Например, на том же сайте Asos очень много подобных моделей, потому что действительно сейчас это актуально. И, как мне кажется, это смотрится довольно-таки женственно. Тоже так подчеркивают все достоинства, скрывают что-то лишнее, если вам нужно это скрыть. Единственное, что я немножечко разочаровалась в этом платье, потому что на фотографии оно было и казалось, знаете, как будто оно сделано из такой более плотной ткани. То есть я предполагала, что это будет как такое некое платье-жакет, что ли, из такой более плотной ткани. В принципе, так и было заявлено, но в итоге оно оказалось почему-то из очень такой тонкой ткани, даже практически просвечивающейся. И по это платье нужно одевать исключительно только лишь такое бежевое белье телесного цвета, которое будет незаметно. И, конечно же, это платье уже ни в коем случае не на каждый день. Это платье исключительно куда-то на выход. Это платье я, в принципе, могла бы и вернуть, но я все-таки решила его оставить, потому что, в принципе, его сделали и дешевле. Девушка, которая продает в этой группе, сделала его дешевле, потому что она сама не ожидала, что оно будет из другой ткани, не такой, как было на фотографии. Но, тем не менее, в общем, да, могла вернуть, но решила оставить именно для тех случаев, когда понадобится платье на выход, потому что такие случаи иногда бывают довольно-таки неожиданно. Вас куда-то приглашают или еще что-то, а вам совершенно нечего надеть такого прям нарядного. Тем более, если говорить конкретно о моем гардеробе, то я бы не сказала, что, знаете, у меня много там каких-то нарядных вещей, скорее всего, нет. У меня вещи довольно-таки такие повседневные и каких-то прям таких нарядных платьев и вообще таких прям нарядов на выход у меня довольно-таки мало. Именно поэтому я решила все-таки оставить это платье. И вот такое видео о покупках у меня получилось на этот раз. Пишите, пожалуйста, что вам понравилось, что нет. В общем, любым вашим комментариям я буду очень рада. Но я с вами буду прощаться и мы увидимся уже в новых моих видео. Всего вам самого хорошего, как всегда. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok